В этом году исполняется 70 лет со дня победы советского народа в Курской битве. Если битва под Москвой в Великой Отечественной войне была примером героизма и самоотверженности, когда отступать было некуда, а Сталинградская заставила Берлин впервые погрузиться в траурные тона, то Курская битва окончательно объявила миру, что теперь фашистские войска будут только отступать. В день празднования величайшей даты нашей истории у зенитного орудия, установленного при въезде в город Видное со стороны Белокаменного шоссе, в память об этом сражении состоялся торжественный митинг. Открытие еще одного мемориала в городе Видное состоялось 23 августа. Именно в этот день, в 1943 году, закончилась победой одной из величайших сражений Великой Отечественной войны – Курская битва. Даже представить сложно. Два миллиона человек с одной и со второй стороны. 6 тысяч танков, 4 тысячи самолетов, 50 дней кровавой битвы. И самое главное, как итог этой битвы – наша победа. Сегодня западные историки приписывают победу во Второй мировой войне кому угодно, но только не героям Советской армии. В вековече мне памяти погибших в Великой Отечественной войне – главная задача ныне живущих. Я очень доволен тем, что все-таки наша администрация не забывает участников войны. И особенности таких, как Подмосковье, битва за Москву, Сталинград, так сказать, да, Горловская, Курская. Победа в Великой Отечественной войне советским людям досталась величайшей ценой. Людмила Ткаченко подросткам помогала доставлять раненых в пункты отправки их на лечение. И когда был ЭВК-госпиталь, набит полностью ранеными военными нашими, налетела такая смерть немецких самолетов. Ну, видимо, диверсия была, и всех раненых разбомбила. Одни куски мяса лежали в Старомоскове. Вот это я самое страшное, что я помню. Пелагея Володина, 18-летней девушкой после окончания медицинского училища, работала в госпитале, принимая раненых Курской битвы. В отделение, в котором я работала, поступали раненые, ранение черепно-лицевое и спинной мозг, то есть позвоночник, тяжелые раненые, не могли самостоятельно обслуживать себя. Раненых было очень много. Установка артиллерийского орудия в преддверии празднования Дня города – подарок не только ветеранам, но и всем ведновчанам. Видно попадало в черту противовоздушной обороны. И еще один мемориал, который свидетельствует о героизме наших воинов. Я очень рада, что при въезде в наш город, как будут приезжать гости сразу, что наш город красивый, наше руководство всегда следит за городом, и каждому празднику какой-то обелиск открывает. Людмила Медведева, Алексей Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.